Италия поддерживает присоединение Молдовы к Евросоюзу. Такое заявление сделал итальянский лидер Серджо Моторелло после встречи с молдавским президентом Майо Санду 18 июня. В ходе рабочего визита высокопоставленного гостя встретили в резиденции с военными почестями. После встречи глав двух государств стороны подписали программу культурного сотрудничества между молдавским и итальянскими правительствами на период с 2024 по 2027 годы, а также совместную декларацию в поддержку вступления нашей страны в ЕС. Позднее на совместной конференции президент Италии Серджо Моторелло заявил, что ценности истории и культуры гарантируют будущее Молдовы в Евросоюзе. Сообщество Молдовы в Италии является мостом между нашими странами, который имеет прочную основу. Ее гарантируют объединяющие нас культурные связи. Италия решительно поддерживает вступление Молдовы в Евросоюз. Я подтвердил госпоже президенту нашу признательность за усилия, предпринятые Кишиневым в направлении реформ в сфере верховенства закона и судебного сектора. Итальянский лидер уточнил, что в последние годы товарооборот между Молдовой и Италией превысил 660 миллионов евро. С учетом этого факта президент Майя Сандо подчеркнула, что Италия является одним из важнейших партнеров нашей страны. Глава государства заявила, что визит президента Италии в Молдову – это твердый сигнал дружбы и поддержки нашей страны, особенно с учетом сложного для региональной безопасности контекста. Отметим, что Италия принимает самую большую диаспору молдован и является шестым торговым партнером Молдовы. Серджио Моторелло находится в Кишиневе с двухдневным визитом. Итальянский чиновник прибыл 17 июня. Это его первый официальный визит в нашу страну. Не беспокоиться и даже гордиться. Независимый депутат Марина Таубер попала в черный список врагов Украины. В своем телеграм-канале она написала, что найти свое имя в базе украинского сайта Миротворец – это почетно. Оказали честь, внесли в расстрельный список миротворца под эгидой украинских силовиков. Там хорошая компания, режиссеры, актеры и журналисты, которые никакого зла Украине никогда не желали, а лишь высказывали свое мнение. В том же списке значатся беглый олигарх Илон Шор и башкан Гагаузии Евгения Гуцул. В базу данных Миротворца попадают те, кто, по мнению владельцев сайта, манипулирует общественно значимой информацией, занимается пророссийской пропагандой, а также участвует в дестабилизирующих процессах на постсоветском пространстве. Ранее власти соседней страны также включили в список врагов национальной безопасности Украины социалиста Богдана Цирдию. Депутата представляют как пособника российских оккупантов и антиукраинского пропагандиста. Все работы по обустройству пограничного пункта пропуска Леова-Бумбета завершены. Новость объявил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну 18 июня. Он добавил, что рабочие также привели в порядок подъездную дорогу и парковку для грузовиков. По словам Спыну, с момента открытия моста там пересекли границу более 39 тысяч раз. В ближайшем будущем власти планируют вести переговоры с румынскими коллегами для организации круглосуточной работы КПП. Спыну напомнил, что в рамках проекта построили подъездную дорогу длиной более двух километров, платформу пункта пропуска площадью около 11 500 квадратных метров, парковочную площадку на 100 грузовиков площадью около 13 тысяч квадратных метров, а также проложили объездную дорогу вокруг города Леова длиной полтора километра. Работы по строительству КПП Леова-Бумбета, подъездной дороги и стоянки для грузовиков начались осенью 2022 года и тогда проект оценивался в 250 миллионов леев. По данным Министерства инфраструктуры, стоимость выросла на 30 миллионов леев. Напомним, что по делу строительства КПП антикоррупционная прокуратура провела 23 обыска в рабочих кабинетах сотрудников Государственной администрации автодорог и в офисах компаний-подрядчиков. Правоохранители расследуют законность заключения контракта на проектирование и строительство подъездной дороги Леова-Бумбета, а также правомерность формирования цен на подрядные услуги и выявление возможного материального ущерба. Дефицит врачей в Молдове. В медицинской системе ощущается нехватка 700 медицинских кадров. Министр здравоохранения Алла Немеренко заявила на одной из радиостанций, что страна нуждается в специалистах, поскольку те массово покидают Молдову из-за неудовлетворительных условий труда. Также, по словам чиновницы, сейчас невозможно покрыть необходимость в медсёстрах. Министр заявил о нехватке анестезиологов, терапевтов, радиологов, кардиологов, педиатров, а также судебно-медицинских экспертов и семейных врачей. Алла Немеренко добавила, что именно семейные врачи являются основой системы, но они неравномерно распределены по стране, а судебно-экспертов и вовсе нет в 18 районах Молдовы. 13 июня, парламент проголосовал за поправки к закону о здравоохранении, согласно новым положениям, которые призваны привлечь и удержать молодых специалистов в системе здравоохранения, они начнут получать повышенные надбавки и компенсацию из государственного бюджета, в том числе за проезд на работу. Экономия закончилась, и цены на топливо снова поползли вверх. В Национальном агентстве по регулированию энергетики объявили максимальные цены на горючее на 19 июня. Согласно новым тарифам, литр бензина обойдется в 24 лея 19 банов, что на 5 банов больше предыдущего максимума. Стоимость литра дизельного топлива вырастет до 20 лея в 63 банов, что на 12 банов дороже. В Наре рост цен объясняют динамикой нефтяных котировок плац на международных биржах. Эти биржевые цены служат индикатором, который лежит в основе действующей методики определения стоимости. В ночь на 13 мая в Кишиневе во дворе жилого дома по адресу Плайлуй-2 кошку по имени Маруся и ее четверых котят облили уксусной кислотой. Котята не выжили. Маруся цеплялась за жизнь до последнего и победила благодаря небезразличной жительнице столицы Тамаре. Сделали это ночью, но мы узнали утром, когда проснулись, когда вышли на улицу. Я выбежала на улицу и когда увидела котят и мертвых, а кошки нету, сильнейший запах уксуса, сильнейший, просто невыносимо там стоит. Вот шатается, она еле по одному шагу идет. Я посмотрела на ее кожу, вот вся кожа, знаете, когда ожог от кислоты, как будто спеченная, сваренная вся вот эта шкурочка у нее. И у нее прямо слезы в глазах. После увиденного, Тамара сразу же набрала 112. Полиция приехала на место происшествия оперативно, через 15 минут после вызова. Казу есть инрегистрат и се экзаменеаза conform процедурой. Тотодатка, агажація полиции интерпринт во все масуриле для идентификации человека, который получил этот факт и отражение на респондение, conform легислации в вигуаре. В день, когда полиция зафиксировала неправомерное действие, с Тамарой больше никто не связывался. По словам женщины, участковый должен был приехать на следующий день. Вместе с соседями Тамара собрала необходимые документы, в том числе коллективное письмо, заявление соседей, заключение от ветеринара. Но неравнодушная жительница Кишинева так и не получила ответа от полиции. Сотрудники правоохранительных органов, полагает она, не отнеслись к делу серьезно. Я все-все документы собрала, распечатала в формате А4, чтобы приложить к делу. Нет никакой быстрой реакции, когда можно было бы, допустим, у нас весь двор в машинах, какие-то видеорегистраторы наверняка у кого-то есть. Но если бы полиция хотела, я уверена, что они могли бы разобраться. Новоиспеченная хозяйка кошки и Маруся практически каждый день посещали ветеринара. Он поставил диагноз «химический ожог» и порекомендовал лечение в виде капельниц и других медикаментов. У кошки обнаружили серьезные последствия – отсутствие шерсти на местах ожога, поражение слизистых и мочевого пузыря. Мы ходили к ветеринару каждый день. И в некоторые дни, когда надо было ставить капельницы, два раза в день, потому что она, когда очень жесткая, вот как панцирь, эта кожа, она трескалась и кровоточила. Это очень больно. Она так плакала. Не могла глотать, потому что у нее был ожог слизистых. Врач говорил, что и шкурочка не будет, шубочка расти. Ну, у нас растет. Она же девочка у нас. Ну, чтобы она не была голенькая, пошить ей платьички. Как раз на лето. В ТикТоке Тамары видео с Марусей набрало почти 2 миллиона просмотров. Небезразличные пользователи распространяли видеоролик и оставляли в комментариях слова поддержки. Люди, которые начали наблюдать за этой историей, начали писать очень много сочувствия, соболезнования, каждый день спрашивать, как себя чувствует кошечка. И я обещала держать всех подписчиков в курсе, записывала видео, рассказывала про ее состояние. Жительница Кишинева намерена найти виновного, чтобы он понес полную ответственность за содеянное. Женщина заверила, никакие препятствия ее не остановят, и она добьется справедливости. Это не просто случайное убийство, знаете, как несчастный случай или что. Это преднамеренно, спланированно и с особой жестокостью. Безнаказанность за жестокость, она есть в нашем обществе. За что мы боремся? И я считаю, что я имею право обратиться с таким вопросом прямо к президенту. Почему законы есть, а они не работают? Мне стыдно после этого случая жить в этой стране. И мне страшно жить в этой стране. Мы продолжим следить за развитием истории и обязательно расскажем, чем все закончится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok